Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Отдельная тема. Утренняя. Информационно-развлекательная. Немного освежающая. Настоящее время. Немного освежающих. 8.33 в Екатеринбурге. Радио Комсомольская правда. Александр Сариков, Павел Филиппов с Екатеринбургской стороны. Да, с Челябинской стороны наши коллеги Лидия Андреева и Артем Панов. Доброе утро, друзья. Да, надеюсь, что мы сейчас услышим их голоса. Друзья, напомню наши координаты. Пишите, пожалуйста, плюс семь девятьсот пятьдесят три три восемь пять ноль девять два три. А вот они. Они будут с нами на связь. Они как раз сейчас тоже рассказывают. Да, будет интересно пообщаться, поговорить с ребятами. Привет. Привет, ребятушки. Как у вас проходит крещение? Ой, слушайте, я хотела вас тоже спросить, потому что заголовок о том, что попросили доносить на тех, кто купается в проруби, он меня, конечно, сразил в самое сердце. Но и нам, и нам тоже есть что рассказать. Ну, собственно, крещение идет по плану. Ну, и Ордане вот эти проруби, скажем так, нарубили, кресты со светодиодной подсветкой установили. Ну, вот из ЧП, мы же как бы журналисты любим про ЧП рассказывать. В общем, у нас случился небольшой такой коллапс водный, водно-ледовый коллапс. У вас утопление храма произошло. Снежный храм, да, у нас утоп храм. Короче, такая немножко история с Чудского озера. Чудского озера Тургаяк. В общем, у нас каждый год на озере Тургаяк строят, не просто пробивают прорубь, ну, Екатеринбуржесам ли не знать, как важен и святый, и вообще священен Тургаяк в любое время. Конечно. Короче говоря, к крещению там строят не просто делают прорубь, а вот некое прям сооружение такое храмоподобное из снега и льда. Даже вот покрасили, там сделали им в этот раз храму купола. Золотые купола. Душу мою радует. Натурально, да. Вот, мы думали сегодня, мы делали ставки, будет ли Александр петь. Будет. Артём не играл. Есть. Всё, я проиграл торт. В общем, на Тургаяке в очередной раз возвели такой вот храм с золотыми куполами, которые радовали душу, но, в общем, немножко он притоп утонул, так ушёл под лёд частично, ну, так, довольно сильно, потому что, ну, видать, как-то вот так то ли лёд оказался тонковатый, то ли как-то локально... Это газовый лёд. Это газовый лёд. Знаменитый. Знаете, кстати, любопытнейший вывод сделал митрополит Челябинский и миасский Алексий. Так. Он сказал, что это повод, этот эпизод, повод для миассцев задуматься над своей духовной жизнью. Ведь строители возвели снежную часовню в виде Петропавловского храма, который некогда украшал город Миасс. Возвели на несколько дней снега и льда. Так не пришла ли пора восстановить храм апостолов Петра и Павла на его историческом месте и с камней навсегда? Екатеринбургу, интересно сказать, на тему исторического восстановления храмов. Слушайте, а сейчас у вас что там на этом месте, где храм был когда-то, находится? Сейчас там... Сейчас посмотрим. Да, посмотреть. Расскажем. Вы имеете в виду вот в Миассе, да? Да, да, да. А мы вам расскажем. Хорошо. Вот прям сразу сходу не скажем, но к концу эфира непременно найдём. Так вот, новость про то, что попросили доносить на соседей, которые купаются в крещении. Всё-таки, знаете, иногда нужно читать дальше заголовки. Вот тот самый случай. А вот это уже сложно. Не всем удаётся, не всем. В чём дело? В заголовок действительно это вынесено. Доносить на соседей, которые купаются в крещении. На самом деле речь идёт о том, что у нас есть, так сказать, купели, где можно купаться, где поработали спасатели, где, понятно, что... Смотрели переёлки. Да, ничего не произойдёт. Запасы обеспечили. Где будут дежури там и так далее. Речь идёт о том, что... О предотвращении, как называется, это самовольного выхода на лёд. И власти призывают горожан проявить сознательность и бдительность. Например, в Ревде, недалеко от Екатеринбурга, сказали, что на городском пруду будут дежурить сотрудники полиции. И горожан просят тех, кто узнает о том, что кто-то собрался несанкционированно нырять в прорубь, немедленно сообщить об этом по телефону Единодиспетчерской службы для того, чтобы полицейские успели предотвратить нарушение этого запрета и спасти людей. Да, потому что, как мы помним, в прошлом году было много событий, когда люди просто под лёд уходили и гибли во время этих купаний. Да, были так несогласованы. Да, то есть не фарисеям надо сообщать, а всё-таки в органам правопорядка. Такие дела. А вот я вам сейчас расскажу про, что, собственно, на месте, в мясе, на месте храма. Вот так сверилась я с историческими данными. И сейчас, я думаю, это известие вызовет у вас некий трепет узнавания. Всё потому, что на месте, действительно, Петропавловского собора, очень красивого, который был утрачен в 1937 году, находится ныне Площадь Труда, на которой установлен памятник Владимиру Ильичу Ленину, как водится, указующему рукой в светлое будущее. Вот так вот. Класс. И что делать теперь? Сквером сложновато назвать. Ну, весь мясо, в принципе, как сквер. Там же эти прекрасные горы, лесистые. Ну, да, ну, да. Совместить. Про Ленина митрополит, вроде бы, по крайней мере, в личном поле не упоминал, но вот. Ну, да, можно рваться на коммунистов. О храме сказал. Окей, хорошо. Всегда интересно, кто победит. У кого сильнее крыша. И кого перенесут. Посмотрим, подождём. Знаете, мы всё равно, как бы то ни было, неизбежно городами меряемся периодически. Определёнными... Не можем сдержаться. Ну, да, такое происходит. Мальчишки. Екатеринбург, да. Екатеринбург обогнал Красноярск и Челябинск по числу катков. Как вам такое оказывается? Вот. У нас работает 164 катка. Это больше, чем в остальных городах-миллионниках, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. Причём 88% этих самых катков бесплатные. Хотя вот у нас тут некоторые слушатели, кто раньше занимался профессионально конькобежным спортом, сетуют на недостаток льда и крытых катков, именно заточенных под этот вид спорта. Но в целом, если речь идёт о массовых катаниях на коньках, то, пожалуйста, катков вот у нас 164 штуки. Ну, достаточно много больших, крупных, платных в том числе. Есть интерактивная карта, где можно, собственно, посмотреть, где всё находится. А вы, ребята, в этом году что-нибудь такое из зимних видов спорта уже попробовали? Ну, да, катание на коньках, это прям, это очень, почти хобби, я бы сказал. О, круть. Вы знаете, по части зимних видов спорта, опять же, у нас миас впереди планеты всей. Я уверена, даже в каком-то смысле впереди Екатеринбурга, потому что у нас там есть сообщество моржи миаса. Это не просто люди, которые, ну, понятно, там, в ледяной воде, они выдерживают какие-то невероятные температуры, по снегу бегают с счастливыми улыбками в купальниках, значит, как иные люди под пальмой возлежат. Они также непринуждённо, значит, возлежат в снегу. Так они ещё и придумывают какие-то всё время прикольные перформансы. То там на День Святого Валентина льдину и сердце изо льда выпилят, и на нём плавают, как на плоту, цветочками, так, окружающее посыпая. То, значит, ну, на крещение, конечно, они там тоже всякие перформансы придумывают. Вот, мне кажется, этот вид зимнего спорта, он даже иной раз круче, чем катание на коньках. Ну, потому что что, на коньках там ты тепло одетый, главное не падать. А там ребята, значит, всячески демонстрируют силу человеческого духа и организма. Вот, а по части катков, а у вас они все санкционированы? У вас там нельзя, не надо доносить на санкционированные катающихся, а то мало ли что. Это если только катающийся катается в акватории какого-нибудь водоёма. Да. Ну, или с плакатом катается. Да. Да, вот с плакатом кататься точно не надо. Слушай, да, у нас же тут вот надо ребятам рассказать, что с 9 по 18 февраля будет проходить вторая Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта. Да. Вот. Да, у нас получается женский хоккей, шорт-трек и конькобежный спорт. То есть вот все свердловские конькобежцы, которые так сетуют на том, что как-то недостаточно им пространство вокруг ёлочки нарезать, могут приехать к нам. Не, подождите, про женский хоккей хотелось бы пополнить. Подождите, а женским хоккеем занимаются хоккеистки, а феминитивы у нас запрещают. А у них клюшки. Клюшки, вот. И шайбочки. Мы тут просто с Пашей вспомнили, что решением Верховного суда феминитивы являются, как правильно, приравниваются к ЛГБТ-экстремизму. Да, серьезно было решение на этот счет. Да ладно, погодите. Ну что, тогда у нас все юристки и автомобилистки тоже в закат уйти? А, и студентки туда же. Студентки туда же. Вот что значит, когда специалисты сидят в судах. А заодно и сосульки, так что теперь только сосули, и все. Сосули, греча, греча. И кура. Кура туда же. Да. Удивительно, конечно, время мы живем. Да. Вот у нас пишут, в Новый год у нас по улицам проходят забеги голых Дедов Морозов и Снегурочек, но тоже сейчас как бы нельзя. Да, да, всегда. Да, такое, в общем, можно нарваться. Пропаганда? Вообще, да. Ну да, опять же. В одном колпаке, в одном сапоге и прочее. Нельзя. Разделенные парные предметы. Вот она, скрипная традиция. Да, такое, в общем, победило. А скрипа тоже, кстати, женского рода. А, получается, нельзя? Нет, смотрите, здесь все-таки есть некий водораздел, но хотя здесь надо филологам подключаться. Какие феминитивы можно, какие нельзя. Как говорится, пояснительную бригаду называем. Да, пояснительная бригада нужна. Конечно, с филологами надо было пораньше работать, пока этот суд не принял такое решение. А что это уже? Ну, еще про зимние виды спорта. А вдруг однажды филологи вернутся? Да. А, кстати, вот, знаете, у нас преподавателя русского языка на фунтете называли филологиня. Да. Что с этим делать? А вот директриса, например. Директриса, да. В школах. Да? Хирургеса, опять же. Это не про врачебную, да? Подождите. В песне, помните, был когда-то давным-давно первый альбом группы Любе, там была песня «Тетя доктор». О! Что с этим делать? О! Слушай, а это? Неизвестно. Да? С тех пор ты стала близкой и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя. Вот Александр будет петь. Владимир Семенович тоже сейчас попадает. Второй торт проиграл. Ну, про пение, там же ничего не сказано. Ну, да. Такое, в общем. Так что наша речь будет более певучей. Певучей, это очень по пятничному. В какой-то момент просто переходим на пение. Певучая, певучая речь. Мы сейчас подумаем над словом «певучая». Прямо очень по пятничному это слово. А вот пишет нам Александр Александрович. Ведущая. Вот и правда ведь. Как же быть? В общем, помните дату Маргарита Львовна, Лев Маргаритыч? Да-да-да. Ужас. Вот что творится. Сделаем давайте паузу сейчас, обдумываем все эти мысли невеселые. Продолжим совсем скоро. Отдельная тема. Время сейчас. Восемь часов почти сорок семь минут в Екатеринбурге. Александр Сариков и Марил Филиппов с Екатеринбургской стороны. И с той, с Челябинской стороны, наши прекрасные друзья. Лидия Андреева и Артем Панов. Коллеги, здравствуйте. Да, еще раз доброе утро. Подключаемся в Челябинскую. Ну и, кстати, принимаю ваше сообщение. Пишите, пожалуйста. Да, плюс семь девятьсот пятьдесят три, три восемь пять, 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 пять. Есть. Вот они, вот они, вот они. Пишите, пожалуйста, к нам присоединяться. Да, привет, еще раз привет. Ребята, я так вижу, что в Челябинской области очень велико по-прежнему магическое мышление. Нельзя это отрицать. Женщины берут кредиты, чтобы снять порчу с мужа. Хотя стоило бы просто развестись. Хотя кредит не является той самой порчей. Да и брак в иных случаях тоже стоит, да, иной порчи. Тут сложнее. Это не муж, это, так сказать, возлюбленный. Хорошо получилось. Да, это не муж, это возлюбленный. Ну, в общем, иногда эти два человека совмещаются в одном лице. Иногда это разные люди. Да, 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 да. Потому что вчера прочитала анекдот, я не могу не поделиться, я его просто обожаю. Женщина, у вас такой замечательный муж, такой красивый, такой спортивный, успешный. Ой, да вы любовника не видели, он вообще еврей. Хорошо. По-моему, это просто потрясающий анекдот. Прекрасно. В общем, мне очень понравился. Хорошо, хорошо. Девушка познакомилась с мужчиной на сайте, короче, приложение дейтинговое для знакомств. В общем, стали они общаться, любовь-морковь, приятное общение. И тут вдруг, значит, товарищ пишет, что на него навели порчу, и его терроризируют ясновидящее. Гарри, это ты! Гарри, беги из-за скобана! Покажи шрам, да. Ну, и, в общем, чего не сделаешь ради вспыхнувшей страсти, она ему... Ну, в принципе, развод примерно стабильной схемы. То есть там где-то у кого-то типа на бизнес не хватает, кого-то кинули партнеры. Тот просто парень подошел с другой стороны как-то креативно, с магическим посторонним. Молодецкая такая вот магическая сторона. Ну, она ему денег, и это там под 100 тысяч. Ого! В итоге-то оказался человек реальный, или просто какое-то там подразделение в одной из камер сидело и ей писало письма? Полиция узнает. А, пока еще выясняют, кто это был. Да, потому что пока просто возбуждено уголовное дело, но вот еще... Полиция посмотрит в магический кристалл. Шар такой магический кристалл. И узнает. Потрясающе. Фантастика. Слушайте, ну да, вот это вот магическое глядение на мир все чаще-чаще встречается. Я вот смотрю, люди прямо верят во всю эту чепуху в каком-то невероятном объеме. Такой последний раз, мне кажется, было в 90-х годах, в начале. Ну, это когда какие-то сложные времена, это, в принципе, антропологи говорят, что когда сложные времена, люди начинают обращаться к потустороннему, когда не могут найти опору в это стороннее. В привычном, да. Слушайте, вот эта история была про сильную любовь, а сейчас мы про сильную дружбу расскажем. Давайте, давайте. Такую новогоднюю, новогоднюю дружбу. Так. В общем, друзья повстречались за новогодним столом в Еманжелинске. Крепко-крепко обнялись. И обнялись настолько крепко, что один сломал другому лопатку. Да ладно! В общем, медики сказали то же самое. Они сказали, да ладно, потому что в практике, в травматологии, когда он, значит, приехал, мужчина, 66-летний, значит, с болью в лопатке, когда ему сделали рентген, они вначале даже не поверили глазам своим, потому что это крайне сложно умудриться сломать лопатку. Это такая кость, которая, ну, реже других страдает. Вот в запястье там пара пустяков сломать. Да, но здесь самое-то интересное, что он же приехал после праздников, вообще-то в праздники отгулял. То есть они еще подмечали, да. Подмечали они, и только после праздников он приехал спустя неделю. Как-то в стихотворении было. Встретились два друга на вокзале, видимо, не виделись давно, долго обнимались, целовались, пока один не среагировал. Да, я ему ребро сломал, он мне вывихнул плечо. Целовались горячо, обнимались горячо. В общем, как сказал сам мужчина, значит, когда он в областной больнице уже описывал, что случилось, он сказал, ну, как бы сразу-то не понял, больно и больно, думал, пройдет. 1 января пошел снег чистить. Жизнь боль. Да, то есть все как обычно. Гарольф улыбнулся и пошел чистить снег. Потом ходил на работу, и только 6 января попал в больницу, сделали снимок, сказали, что перелом. В общем, все были удивлены, медики тоже, ну, почесали в затылке, стали лечить. Ах, боже, кошмар. Чудесный мир. Представляете себе обнимашечки? Обнимашечки. Не хотелось бы сдружить с этим человеком. Да, наверное. Костолом. Костолом, да, реально. Ну, я смотрю, вообще как-то челябинцы склонны к тому, чтобы какие-то странные эксперименты проводить. Вот, обними так, чтобы сломать лопатку, засунь елку целиком в мусоропровод. У нас тут целый, это да, мы сейчас дойдем до этого. У нас тут целый кандидат тоже проводил эксперимент, ну, это вот кандидат в президенты, это из зимних забав. Решил человек подождать трамвай. Реально, кандидат в президенты приехал. В Екатеринбург? Да, в Екатеринбург, да. Решил подождать трамвай на остановочном комплексе, да. Слыханное дело. Да, представляете, и удивился. А, ну, в принципе, он еще кандидат. Пока ты кандидат, еще на трамвай можно. Еще можно на трамвай, да. А потом уже не пускают. Люки вокруг тебя не запаивают, наклеечки, чтобы проверить на ФСО, на столбы фонарные не приклеивают. Люди в костюмах не изображают пешеходов и прохожих, так, чтобы все как бы было по-настоящему. Да, да, да. Ну, вот, собственно говоря, подождал трамвай 25 минут при 20-градусном морозе. Чуть не сорвалась у него эта затея. Но, тем не менее, удалось ему прокатиться, собственно говоря, говорить, что давно такого не видел. Грусть и печали хватило его. Страдания Екатеринбургцев стали ему понятнее. Ну, это такой ностальгический контент, потому что он говорит, у меня такие трамваи в детстве были. Да, да. Немножечко ретро. Татрачки, чешские. Ему прямо в сердце кольнули небольшие ностальгии. Есть такой канал про трамвай, называется «Его-то трейшество». Интересно, насколько быстро ехал трамвай, потому что вот у нас последнюю неделю у нас в Челябинске пробки аж 11 баллов из 10 возможных. А как у вас вообще с пробками дела обстоят? Та же история. У нас каждый вечер мы уже привыкли к 10-балльной пробке, если смотреть по Яндексу. Если по дубль ГИСу, то 11 будет. Если есть возможность не ехать вечером, лучше не ехать. Если есть возможность не ехать, лучше не ехать. Да. Никуда, никогда. Ждем. Есть такой, да? Ну, пока зима не закончится. Да, я просто слышу, что у вас сами екатеринбуржцы вышли регулировать движение. Да. Да, такое происходит. То есть они... Да, выходят на улицы люди. Это, кстати, не единственный далекой случай, но, да, такое происходит. Раньше это было в центре. Там, допустим, выключился стафор, не работает что-то. Да, а сейчас вот иначе... Они не успели приехать, и вот кто-нибудь выходит из водителей или из пешеходов и говорит, сейчас все сделаю, и начинает делать руками штуки. Да, да. Такое произошло здесь. Слушайте, вчера видела, насчет вот этой народной, так сказать, горизонтальной инициативы, вчера видела сообщение, фотографию, такой фотопост в одном из телеграм-каналов. Челябинцы устали от снега и стали вывозить его сами. Там машина, большой пикап, ну, по типу Амарокко, только там японский какой-то. Сейчас фотография не грузится. Реально заметили на дороге, груженый снегом. Он его куда-то, значит, вез. Представляете, вот так тоже происходит. То есть свои машины нагружают и поехали. Слушайте, недавно видяшка попадалась мне на глаза. Дедушка решил подарок своему внуку сделать. Это дело происходит где-то в теплом штате в американском. Скатался в горы на ледник, насобирал там снега в кузов своего пикапа, и внуку, который еще снега не видел, это все показал. Вот это подгон дедовский. Вот это любовь. Кстати, про пробки. У нас люди прям развлекаются, и в том числе наши коллеги. Значит, в приложении 2GIS, там же можно в пробках, в чатах пишут. Ну, по-моему, не только 2GIS, в любом приложении, где пробки показывают, там можно писать. И там вот люди, которые сами себя называют пробчане, они там очень смешно общаются. Пробкари. Надо просто переименовать пробки во флешмобы, и станет сразу всем просто и весело. Ну, там совершенно замечательные бывают сообщения. Бывают гневные, бывают смешные, но они однозначно достойны внимания. Так что вот если вы торчите в пробке... Почитайте. Подписывайтесь, вам хоть станет немножечко веселее. А у нас кто-то из слушателей предложил, знаете, обратил на это внимание, что у нас в вечернее время любой квартал становится кварталом красных фонарей. Из-за стоп-сигнала. Интересно. Классно. Это смешно, это очень смешно, да. Ну, слушайте, ну, любой квартал в одну сторону, наверное. Ну да, 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 примерно так. Ну да, очень смешно про красные фонари. Так что если у вас нет денег на Амстердам, вы езжайте в гости к нам. Бюджетненько. Бюджетненько. Ну, стоять в пробке бесценно просто. А там вот что и случится. А что там в машинах творится с затонированными стеклами? Ну, кого это волнует? Да, особенно на задних сиденьях. Это не так важно. Вот опять же, кстати, если вы страдаете в пробке... Не страдайте. ...чтение комментариев уже тошнит, займите себя чем-нибудь еще. Особенно, если вы стоите не один. Ну, или в конце концов можно познакомиться с кем-то из этой же пробки. Кстати, на днях Майбах полз большой такой красивый через трамвайные пути. И немножко там подзастрял. Наверняка на заднем сиденье на диванчике хватало места для всего. И для всех. Да. И для всех. Ну, вообще, у нас действительно это попало на видео, что по трамвайным путям, где люди стояли, ждали трамвай, прямо у городской администрации по поводу с Майбах. Вот эти Майбахи. Сейчас человека ждут с полицией. Примерно на ту... Ожидают, да. Да, да. Вас ожидает Коженко Никонурова. Примерно на ту же тему развлечений. Самого разного рода, не всегда приличного. Челябинец решил, что пора избавиться от елки. Наконец-то уже. Скухал хватит это терпеть. Подумал он и запихнул ее целиком в мусоропровод. Класс. А что было дальше? Расскажут страдающие коммунальщики. Им пришлось мусоропровод распиливать. Ого! Люк. Для того, чтобы вытащить елку. Потому что пропихнуть ее иными средствами не получалось. В итоге они почти как хирурги. Извлекали предмет, посторонний предмет, не предназначенный для этих отверстий. В общем, не выбрасывайте елки в мусоропровод. Не порубив мелко-мелко-мелко их. Мораль сейбаси именно таково. А что вы сделали с елками со своими? Бананы поглощайте с кожурой. У меня все просто. Я не ставила. А, все проще. Ну, у меня лапы еловые, пихтовые были в ведре. Такой букет огромный. А у меня многолетняя из фанеры выпиленная. Молодцы. Класс. Ребята, спасибо большое. Надеюсь, вы подняли мы друг другу настроение. С челябинской стороны сегодня были Лидия Андреева и Артем Панов. А с нашей стороны, Екатеринбургской, Павел Иса. Отдельная тема. Время – чай. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую.